Игорь? Как только что Ольга сказала, камера имеет обычный процессор. Сейчас процессоры, компьютеры у нас построены на процессорах, даже холодильники у нас сейчас есть построены на процессорах. Там по-любому есть микропроцессор, который следит за температурой и так далее. В любом оборудовании, видеонаблюдении, IP-видеокамеры есть процессор. И, соответственно, современные тенденции на рынке IP-видеокамеры. Понятно, вы получаете с IP-камерой сжатый поток. И для того, чтобы вам применять ту же самую видеоналитику, вам необходимо декомпрессировать этот поток. Помимо того, что вы затратите процессорные ресурсы от центрального регистратора, который хранит и обрабатывает это видео, вы еще получаете несколько пожатое видео, в зависимости от тех настроек компрессии, которые вы применили. И, соответственно, это может ухудшить качество видеоанализа. Поэтому современным трендом в IP-видеокамерном наблюдении является смещение, перемещение, собственно, видеоаналитики, собственно, непосредственно в камеру. Раз там стоит процессор, а в камерах, в этих встроенных процессорах для встроенных систем, там гонка не меньше, чем между Intel и AMD, и между Intel и Intel с собой. Там точно так же идет война за гигагерцезы, ядра, и за производительность гига, пента и так далее. Соответственно, аналитика переносится в камеры. Фактически вы получаете распределенную компьютерную систему. Часть задач, которых выполняют, собственно, камеры. И что сейчас можно встретить, собственно, из аналитики в IP-видеокамеры? Да практически все то же самое, что и на компьютерах аналитики. Соответственно, самая распространенная вещь и популярная – это лица. То есть камера умеет детектировать лица. Тут прошу не путать с распознаванием. Это речь идет о детекции лиц. Камера умеет осуществлять трейпинг. То есть выделять объект и строить путь его поддвижения для выполнения каких-то задач. Например, определение направления движения, пересечения определенных границ, ухождение в определенную зону, детектировать размеры объекта и так далее. И так называемые детекторы саботажа. Как я уже говорил, система видеонаблюдения становится большими и сложными. Мы находимся с вами в гостинице Измайлова, в котором установлена одна из наиболее крупных систем DSSL. Здесь 700 видеокамер. При аналоговых системах видеонаблюдения, раньше, например, все любят английский пример, один охранник – 4 камеры. Вы думаете, в Измайлово 100 охранников, которые смотрят эти 7 час на 700 камер? Нет. Когда вы строите большую систему наблюдения, вы должны следить за состоянием ваших камер. То, что камеру не свернули, не забрызгали грязью, не закрыли, не завесили что-нибудь ваши преступники, детекторы саботажа выполняют эту функцию. Строены детекторы саботажа в камеру или в систему, которая ведет управление потоками данных, программное обеспечение для IPV-наблюдения, детекторы саботажа позволяют сказать вам вообще, жива камера, работает она, выполняет те функции. Не просто ноу-сигнал, это может делать любой, даже аналоговый регистратор, а о том, что камера видит и выполняет свою задачу так, как она должна ее выполнять. И теперь я расскажу о том, как эти функции реализуются в камерах Panasonic. В ряде камер Panasonic встроен детектор лиц. В общем-то, во все камеры нового поколения встроена эта возможность. Она встроена благодаря тому, что наши новые камеры построены на единой платформе, на той же самой технологической платформе, на которой строится и другое аудио и видео оборудование компании Panasonic. Это фотоаппараты Lumix, это телевизоры Viera, это профессиональные бродкастинговые системы и так далее. И именно благодаря этой единой технологической платформе, о которой я чуть-чуть подробнее расскажу в дальнейшем, в наших IP-камерах первыми на рынке видеонаблюдения появилась встроенная возможность определения лица. Как она работает? Если в зоне наблюдения появляются люди, то камера рамкой выделяет лицо человека и передает координаты и время фиксирования лица в формате XML, по FTP или каким-то еще более интересным способом. И вот эта вот возможность детекции лица, она встроена во все профессиональные IP-камеры, которые мы сегодня точно так же будем показывать. Второе, это расширенный динамический диапазон. В большинстве профессиональных камер компании Panasonic, как и в аналоговых, кстати, камерах, используется эта функция, которая позволяет вести наблюдение в условиях высокой контрастности или в условиях меняющейся контрастности, когда, например, открывается дверь, за дверью светит лампочка или напротив окна. И для того, чтобы вы видели, что творится за этим светлым окном и видели человека, который стоит перед этим окном или входит, используется вот эта вот функция расширенного динамического диапазона. Чуть-чуть позже я расскажу конкретно о работе. Следующая функция – это анализ саботажа, о котором говорил Игорь. В наших вандало-защищенных IP-камерах встроена возможность выдачи тревожного сообщения в случае, если камера расфокусируется, ну, скажем, от удара или от какого-то сильного сотрясения камера расфокусируется и выдается сразу же сигнал триольд. Если камеру пытаются закрасить какими-то красками или накинуть на нее тряпочку, закрыть, камера точно так же сразу же сигнализирует о том, что что-то пошло не так. Также в камерах Panasonic встроен интересный детектор движения, когда вы можете задавать несколько зон, где вам необходимо вести наблюдение, и также задавать различные уровни чувствительности в каждой зоне. То есть какую-то часть наблюдаемой зоны вы можете настроить на какие-то маленькие объекты, хоть на кошку, хоть на муху, а какие-то на достаточно крупные объекты, на машины или на автобусы, и никакой окошке не будет помех. И трекинг. В поворотных камерах Panasonic используется функция трекинга, то есть камера может зафиксировать какой-то движущийся объект и вести этот факт, следить за ним.